Зампредседатель правительства Магомед Гогиев начинает встречу с доклада о проделанной работе. По его словам, для вынужденных переселенцев построено 1439 квартир, 599 в Яндере и 840 в Назране. Правда, получить заветную крышу над головой пытаются и люди, которые даже никогда не были в Грозном, не говоря уже о том, чтобы жить там. Всего с начала работы комиссии, в результате проверки учебных, исключено более 200 семей. Это семьи, которые фактически в Грозном не проживали, в свое время купили статусы, за определенную сумму пытались получить жилет. По материалам комиссии, выгодно 10 уголовных дел, в отношении указанных лиц. В настоящее время на проверке этого Гроза находится более 20 материалов. Юн Узбек Евкуров решил сразу разобраться, у кого из присутствующих нет продленного статуса вынужденного переселенца. На это почти все поднимают руки. Глава вспомнил, что уже проводил собрание по такому поводу. И неоднократно. Но чья вина, что вопрос тянется так долго? С каждыми из вас разбираться же надо. И кто с вами разбирался? Анявыч, уже одно то, что я знаю. И мне надо разобраться, чтобы письменно от вас было каждого объяснение. Почему вы в 10, 11, 12 году не подавали нигде, не появились? А если появились, почему вас не пропустили? А тогда я всех собирал. В этом зале мы собирали, я помню, что здесь такой очень плохой зал был без ремонта. В этом зале как минимум 10 сразу собирались. Вот так же сидели, спорили, крепчали, доказывали. Вот у меня вопрос. Если вы были в этом зале, почему вас не пропустили? А если вы не были в этом зале, почему вас не было в этом зале? В зале есть и те, кому отказывают в продлении статуса власти. Например, Мадина Адзортова. У нас 5 человек. 5 человек. Вы из области тех, которым вы не пропустили статусы или разные есть? Мы из области тех, которым отказывают продлевать статус. Вот по рядам причин в связи с изменениями закон о вынужденных переселенцах. На что глава региона ответил женщине предложением. Общий список мне подойдет до 30-го числа. До 30-го числа в этом общем списке укажите мне там раздел не по алфавиту, а по категории. Первый, кто получил статус беженца и не продлевал. Кому по сучетам нового закона не продлевали статус беженца и когда он подавал. То есть каждый год он проделал, потом раз, его не продлили. Те, которые получили субсиденты, сколько получили денег, какую господдержку получали. Проконтролировать весь процесс глава поручил Магомеду Гогиеву, который с завтрашнего дня будет в Минации принимать документы. Помогать ему в этом будут представители миграционной службы. Кем уже была получена единовременная выплата, либо был использован мат-капитал для покупки жилья, статус продлеваться не будет. Ну а далее шквал вопросов эмоциональные переселенцы, которые годами обивают пороги различных ведомств, наконец получили возможность донести свою проблему. И к этой встрече все эти люди подготовились. Потому конструктивно общую проблему жителей выразила Мадина Дзортова. Она рассказала, что суд выносит противоречивые решения в отношении вынужденных переселенцев. Также женщина пожаловалась, что в Минации и миграционной службе не информируют в достаточной мере людей, которые требуют создать инициативную группу. Если наша миграционная служба где-то в каких-то моментах делает свои выводы, не стоит ли так, вот если будет создана эта комиссия, по каким-то так вот, ну я не знаю, наверное, это же пользу все-таки, это во благо граждан, какие-то совместные конференции с миграционными службами других регионов. Питчер, Москва, это наши, так сказать, самые авторитетные службы, которые хорошо разбираются в законах. Чтобы мы могли проследить, как там продлевают статусы, как там ставят в очередь в сводные списки вынужденных переселенцев, нуждающихся в жилье, чтобы вот их практика, так сказать, была, естественно, и у нас такая же, потому что закон один. Инузбек Евкуров, выслушав общую проблему всех вынужденных переселенцев, решил, что все исправить сможет специальная комиссия, которая в течение месяца будет разбираться с каждым, у кого возникли проблемы такого рода. А вот этот пожилой мужчина внес свое предложение в виде его создания комиссии. Поветую назначить комиссию числа 10-12 человек и стариков, грамотных, живших в Грозном, которые были на мечетях вместе, молод были вместе, на похоронах, свадьбах были вместе. И мы друг друга знаем, и мы не допустим тех, которые тут фиктивно лезут, а их мрозят. Все присутствующие с одобрением восприняли слова пожилого мужчины. Глава региона тоже согласился с этим мнением. Проверим всех, кто получил это жилье. Проверим всех, кто получил сертификации. Кто получил сертификации по спискам. Вот месяц проверим. Глава объяснил, что страна неизвестен, но неизвестен, но неизвестен, но неизвестен. Вот если вы это сделаете, тогда вот всех, кого вы найдете незаконно, мы через суд, через уголовное дело заберем то, что они получили незаконно. Глава объяснил, что сам не может справиться со всеми проблемами и решить вопросы жителей. Урегулировать ситуацию и навести порядок сможет только с помощью самих жителей. А насколько люди окажутся активными и ответственными, покажет время. Мария Местоева, Рахман Суров, Хаваш Гойгов, Новости 24.